В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день мая с погоды. В черкесске кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 13-15, а днем 24-26 градусов тепла. Два дня до начала лета, а у одних экзамены, а у других каникулы. И на сегодня встает вопрос об организации летнего отдыха и досуга несовершеннолетних. В общественной палате республики обсуждали данный вопрос. Все ли готово к открытию летней оздоровительной кампании, узнавала Дарья Тендит. Лето – это маленькая жизнь. И чтобы она прошла весело, активно, безопасно, а главное с пользой для здоровья, школьники республики с 1 июня по 3 августа смогут отправиться в летний лагерь. Решение межведомственной комиссии было выявить готовность непосредственно детских лагерей к приему детей. Поэтому мы сегодня накануне и собрались, чтобы узнать, как же поработала межведомственная комиссия. А кроме того, как вы помните, общественная палата Карачаева-Черкесии несколько раз поднимала вопрос по созданию, да, Гока Магомедовна не даст соврать, да, лагерей труда и отдыха. Отличительной особенностью лета этого года станет работа профильного тематического лагеря российского движения детей и молодёжи «Движение первых», открытие лагеря труда и отдыха на базе Аграрно-технологического колледжа, а также открытие ещё одного палаточного лагеря, отметила Гока Гербекова. В течение лета планируется провести профильные смены для детей, находящихся на разных видах учёта, и для детей с ограниченными возможностями здоровья. В том числе дети участников СВО и прибывшие из Украины. Нам предоставили, значит, в реестр организации отдыха и оздоровления 105 лагерей. В том числе 96 – это лагеря, которые будут работать на базе школ, в которых будет, значит, оздоравливаться 6185 детишек. Семь загородных лагерей у нас будет. Расположены они будут в Донбайе, в Тиберде, в Даусуде, где мы планируем охватить 3070 детей. И два палаточных лагеря заявили о себе. Также на совещании были рассмотрены вопросы соблюдения санитарно-гигиенических требований при подготовке и проведении летней оздоровительной кампании, пожарной безопасности объектов отдыха и оздоровления. В заключении заседания были рассмотрены пути решения оставшихся проблем. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Более 17 тысяч жителей приняли участие во всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства. Оно стартовало 15 апреля и завершится 31 мая. Граждане могут выбрать общественную территорию для благоустройства в 2024 году. Напомним, в Карачаево-Черкесии представлены 9 общественных территорий и в четырех муниципальных образованиях. Фаворитами, по мнению жителей республики, на данный момент являются аллея по улице Красноармейской Черкесской и сквер Победы в Ужибуте. Проголосовать за общественные территории могут все желающие жители нашего региона до 14 лет на сайте 09городсреда.ру, клипкнув на понравившийся объект. Остается всего лишь один день. И заглянем в календарь. Сегодня день окрошки. Нет ничего лучше в жару, чем освежающий супчик. Сегодня и всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Как утверждают врачи, победить этот недуг можно навсегда. Необходимо только придерживаться определенных правил и не нарушать указаний специалистов. Сегодня еще всемирный день сока. Это не только способ утолить жажду, но и источник витаминов, минералов и антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет, улучшают настроение и заряжают энергией. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке. Затем также программы черкесской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева Черкесия с Муратом Джанкезовым. Всем удачного дня и встретимся завтра.